В Яндексе у вас есть друзья? Ну, теперь уже есть. А, то есть уже после того, как вы стали писать книжку, да? Ну, просто я общаюсь там с некоторыми людьми, причем далеко не самыми скопоставленными. Вот, и мне просто очень нравится атмосфера, которая в Яндексе. Я так понимаю, что у книжки будет продвижение полный роста, видимо, учитывая возможности Яндекса. Пока не уверен, пока не уверен. Мы не уверены, что заказчику, ну, идеологическому какому-то, скажем, вот мы говорим о заказе, что существует запрос социальный, да, вот на такую книжку. Вот люди, которые хотят прочитать о Яндексе, им понравится эта книжка или их ждут какие-то сюрпризы там и что-то они узнают из того, что-то из того, что не вкладывается в те схемы. Ну, потому что про Яндекс мы что-то, каждый из нас что-то понимают про себя. Как вы считаете? Я думаю, что, может быть, и будут какие-то сюрпризы, но, в принципе, вот за год изучения этой всей истории я, честно говоря, вот тот редкий случай, когда вот действительно мне даже нечего плохого сказать про людей, которые создавали Яндекс и вообще про всю эту компанию. То есть это вот некий прям идеальный, ну, не знаю, это можно сравнить там, как понедельник начинается в субботу, да. Главное, что работа на этой книге мне привнесла в моё сознание, это то, что раньше я думал, что вряд ли, как вот эпиграф книги «Крёстный отец», да, что за каждым большим состоянием лежит, есть какой-нибудь труп, да. Вот это тот случай, когда не то, что трупа никакого нет, а вот просто вот действительно это бизнес, выросший просто благодаря тому, что большое количество хороших людей собрались вместе и стали что-то делать, да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.